Добрый день. Учитывая, что проблема федерализации обсуждается не первый год, я думаю, что мое мнение не будет в данном случае оригинальным, если я скажу, что в определенной степени Украина уже является федеративным государством, потому что нахождение автономной республики в рамках унитарного государства практически нонсенс. И думаю, что для того, чтобы привести существующую реальность в соответствие с юридическими нормами, с народной конституцией, неплохо было бы соответствующим образом изменить конституционные нормы и определить все государственное устройство Украины как федеративное. С моей точки зрения, это может принести достаточно ощутимые и политические, и экономические выгоды любой власти, не только действующей, но и той, которая придет ее на смену, и той, которая была до этой власти, тоже могла бы принести. Поскольку в значительной степени в условиях экономического кризиса федерализация, то есть перенос значительной части экономических и политических обязательств с центра на плечи региональных властей освобождает центральная власть и от существенной доли ответственности за понижение или повышение уровня жизни населения. То есть претензии, которые сейчас высказываются в адрес президента, Верховной Рады, правительства, население должно было бы переориентировать на свои региональные власти. Еще раз подчеркну, что поскольку в условиях экономического кризиса, не только продолжающегося, но и грозящего усилиться, проблемы центрального бюджета практически нерешаемы, то, соответственно, перенос возможности решения социальных вопросов, перенос возможности формирования своих региональных бюджетов, перенос возможности распределения и перераспределения средств, собираемых с населения в виде налогов на региональный уровень, И, кстати, перенос многих гуманитарных вопросов на оригинальный уровень снимает с центральной власти политическую и экономическую ответственность и соответствующим образом увеличивает для нее пространство для маневра. К сожалению, с моей точки зрения, проблема федерализации в значительной степени является психологической с одной стороны, а с другой стороны она является проблемой исторического формирования украинского бизнеса и основанного этим бизнесом государства. Поскольку крупный украинский бизнес формировался за счет применения рычагов государственной власти для практически бесплатной приватизации общенародной собственности и поскольку в условиях относительной рыночной свободы без государственного протекционизма крупный украинский бизнес практически не может работать, он заинтересован в сильной государственной власти, более того, в сильной президентской власти, там, где принятие всех решений сконцентрировано на одной фигуре, на фигуре президента, с которым можно более или менее успешно работать, который может более или менее успешно решать проблемы крупного украинского бизнеса. Это самая простая и самая понятная для украинского бизнеса система. Именно поэтому, как мне представляется, проблема федерализации в течение многих лет, несмотря на то, что она постоянно является актуальной, не решается. Есть еще одна составляющая этой проблемы, составляющая политическая, она вызвана расколом страны, опять-таки ни для кого не секрет, что две части страны регулярно голосуют за диаметрально противоположные политические силы и всегда о необходимости федерализации начинает говорить, как правило, проигравшая сторона. То есть тот, кто считает, что центральная власть будет работать против него в интересах его оппонентов, тут же начинает говорить о том, что необходимо дать больше прав регионам, необходимо провести, опять-таки, федерализацию, необходимо перенести право решений наиболее актуальных вопросов с центра в регионы. Но как только те же самые силы получают центральную власть, они тут же начинают говорить о том, что федерализация разорвет страну, что федерализация это путь к распаду и так далее. Эта проблема тоже решается только психологически. То есть если крупный бизнес, если власть, сформированная крупным бизнесом, не поймет, что сегодня возможности работы в рамках действующего проекта Украины исчерпаны, прежде всего ресурсные возможности. Что он практически ничем не поддерживается и повис в воздухе, значит, что для того, чтобы сохранить свое право на власть, надо этой властью поделиться с региональными элитами, в таком случае проблема федерализации будет решена быстро и эффективно. Поскольку до сих пор ни крупный украинский бизнес, ни украинская власть не проявляли таких соответствующих интеллектуальных возможностей, не проявляли желания понять реально существующую ситуацию, то я достаточно скептически отношусь к возможности реальной федерализации нашей страны. Продолжение следует...